Ну что, мои родные, любимые, хотел поделиться с вами мыслями, планами точнее. Я когда на канале Христолюб писал Новый Завет, я сначала планировал Евангелие, четверо Евангелия читать по кругу, и книгу Деяния апостолов с посланиями. И вы знаете, у меня тогда это не получилось. Кажется, вроде бы, ну для себя может и можно так читать, я сам так читал, я сам все подряд читаю, сутками. Вот, а вот записывать мне оказалось непросто. Вот, сейчас я, конечно, планирую писать Ветхий Новый Завет, как вы знаете. Я не знаю, получится ли это параллельно, хочется надеяться, что получится, я постараюсь это делать. Возможно, тогда я много готовился, потому что, да, сейчас у меня Новый Завет, получается, пойдет по второму кругу, то есть у меня много готово, много исследовано уже тогда. То, что я вот эти свои тексты обработал, все. С Ветхим, конечно, придется повозиться, теперь тоже точно так же. А Новый, конечно, уже много готово, будет все намного проще. Но когда вот распыляешься, я говорю, многим кажется, что можно этим так просто заниматься. Это непросто. Я вот начал распорягаться на лайве, да, и туда хочу, и туда, и плейлист записать для подсказку блогеру, да, и ответы на вопросы пишу. И о своей жизни решил записать серию роликов. И вроде бы и проповедь говоришь, и вроде как хотел уже и Новый Ветхий читать, и еще беседы мне звонят. И вы знаете, это не так просто, как людям кажется. Не просто именно на каком-то умовом, что ли, не знаю, не то, что духовном, умовом. Не просто. Потому что все сразу в голове держать не так просто. Ты концентрируешься на какой-то мыслим. А распыляться и качество не получается. Ну, на лайве, вы знаете, о себе я записал. Плейлист есть отдельный. И вот этот цикл из 6-7 роликов там получилось. В общем, плейлист там 14 роликов есть. Обо мне можно посмотреть. То, что я хотел, записал подсказку блогеру. Ее я буду дополнять, возможно, потихоньку. Это в любом случае. Ну, главное, я основное записал. Я буду делиться какими вещами, какие, может быть, я еще что-то покупаю. Вот я еще хотел по микрофонам еще обязательно записать. Мне кое-что идет. Все, дешево. Я с Алиэкспресс покупаю какие-то штучки, проверяю сам все. И вот если что-то будет, ну, и полезное рекомендовать, и печальное, и отрицательное опыт, тоже буду говорить вот именно, чтобы это не покупали, допустим. Вот, что это не работает. Хочу еще по той же самой оборудованию. Помимо, есть же вот какие-то эти стоечки, там еще что-то. Все, покажу все, чем знаю. Какие-то программы. Сейчас-то мне там еще одну попросили, да, как перекодировать. Там аудиофайлы. Сестра спросила, и я понял, что она тоже. То есть, что-то будет записывать, но главное, скелет есть. То есть, сколько там получилось тоже, да. И общее наседательное. Помните, с чего я начал предваряющий и по кабинету Ютубу все записал. Слава Иисусу. То есть, всегда можно будет поделиться, потому что братья и сестры тоже этим стали заниматься. И в будущем кто-то. Ну, а кто-то, может, не то что со мной связь держит, но кому-то это, может быть, подстегнет, кому-то замотивирует. Да и просто, когда раскрывает с тем, кажется, что все не так страшно, можно это делать, да. Вот. Каждый должен открывать в себе самого себя. Можно, конечно, смотреть на других, брать лучшее, но главное быть тем, кто ты есть. А не пытаться быть тем, кем ты не являешься. И одно дело понуждать себя, что-то развивать в себе. Другое дело, строить из себя того, кем ты не являешься. Это, конечно, путь неверный, ведущий в никуда. Вот. То есть на лайве как бы немножко плюс вот эти вопросы на ответы. Произвел это амнистию. Посыпались там всякие сообщения. Сейчас все это потихоньку усаживается. Плюс этот ролик про Женю записал. Ой, там посыпалось тоже. Вот. Ну, я, естественно, ни о чем не жалею. Я просто, говоря, о факте немножко это отвлекло. Вот. Ну, сейчас все в свое русло входит. На лайве, конечно же, я буду продолжать вести рубрику ответов на вопросы. Вот. Прямая трансляция по субботам в 15.00 по Москве. Буду стараться каждую субботу. Ну, в принципе, мне это в основном все зависит только от здоровья. Ну, и в свободной форме всегда найдется, конечно, что сказать. Мысли есть. Появляются. Хотя, когда пишешь, вот я помню, на христолюбии писал, и какая разница, я все в эти проповеди тоже вкладывал. И наболевшее что-то, и что на сердце. В любом случае, в любом случае в проповеди проповедника, вот автологично звучит, да, в слове проповедника, в любом случае вложена его личная жизнь. Вот. Поэтому, от того, как у тебя сегодня настроение, счастье или горе, что-то там, это будет отражаться, это само собой. Ну, сейчас вот лето, весна, все равно меня претет и на такие свободные, я что-то могу сказать. Сконцентрировать какую-то общую мысль, что-то там от сердца сказать. Ну, а на христолюбии с завтрашнего дня, я надеюсь, Господь благословит, начинаем все-таки Ветхий и Новый Завет. Правда, с компьютером пока у меня никак, с ноутбуком с этим там что-то не совсем. Ну, я надеюсь, Господь все устроит. Не буду сейчас вам рассказывать, как все разрешится, я расскажу. Вот. Ну, все равно, я вот буду вот так, наверное, как-то писать. Может быть, что-то так и буду продолжать дома. Пока не знаю. Запишу предисловие, может быть, опять. Да и к новому, и к Ветхому что-то скажу от себя. Ну, а потом начнем читать. И когда начнем читать, хотел предложить, пожалуйста, вы под каждым роликом, который вы прослушали, вы, может, если сами что-то читаете, наперед. Вот. Можете, в принципе, вперед читать. И если у вас какие-то уже мысли, задавать мне под предыдущим роликом вопросы. Ну, читать на главу вперед всегда можно смело читать. Ну, или сами увидите там контекст в любом случае тематический, где закончится. И задавать вперед вопросы. Чтобы не потом я, может быть, где-то. А я уже почитаю какие-то под предыдущим ролике комментарии. Непонятные места, может быть, всегда вас смущающие. Вопрос возникающий. А может быть, даже ваши мысли. Мысли, пожалуйста. Как вы считаете. И на следующие главы, пусть там непонятно, где я, я говорю, я буду в свободной форме говорить, что Новый Завет я теперь не буду какими-то, не по тем я буду идти местам, как в прошлый раз шел. Я буду, скорее всего, идти более мелкими шажочками теперь, рассматривать более внимательно какие-то нюансы, которые и помню, может быть, что пропускал специально. Потому что невозможно было и так уложиться, уже там в какое-то время и так большие куски там брал, да. А Ветхий Завет вообще в первый раз. А в первый раз все, сами понимаете, как. То есть я вообще ничего не планирую, как будет идти тоже, что я там буду делить, я пока понятия не имею. Ну, я думаю, что вперед, прочитав главу, вы не ошибетесь. Если уж не в следующем ролике, а через следующий мы до этого дойдем. Короче, ну не так, что вы там, мы только начали книгу «Бытие», а вы мне уже спрашиваете. Там про Моисея. До исхода надо еще дожить будет. Вот так, на главу, вперед. То есть вы понимаете, о чем в следующий раз, что дальше будем читать. Может, я там всего-то в следующий раз тоже там на каком-нибудь одном стихе остановлюсь на начале, на каком-нибудь. Но это уже не важно. Я говорю, я сейчас не могу сказать, как я буду читать. Ну, смело можно прочитать вперед главу. И по этой главе какие-то у вас были мысли. Можете вперед знать, чтобы потом не было так, что потом вы мне вопросы. И мы еще эту рубрику «Ответы на вопросы» тянем. Получается, вопросы будут теряться. Это все равно, кто их там будет смотреть-то. Вот. В существующем, в нынешнем, в текущем ролике задавайте ваши вопросы, мысли, размышления о следующем. О следующем, о следующем писании, стихах, как хотите, главах, что будем приблизительно читать. И по-новому делайте так, и по-ветхому. Я думаю, будет здорово. Будет сразу, заранее. Потому что вот брат, не знаю, может быть, обижается на меня. Недавно задал мне вопрос там по писанию. Я так на него никак не отвечаю. Ну, потому что я как-то, как вы знаете, по писанию, бывает, я не могу так легко взять на одном стихе. Там все вырвано в основном с контекста. Я что-то все оттягиваю. Давайте вот будет Новый Завет. И кто будет постоянно меня слушать. Потому что я не люблю в основном стихи. Да, я тоже говорю в свободной форме. И то, я в свободной форме люблю подчеркивать какие-то мысли, знаете, которые просто очевидны. Вот что Иисус нигде не говорил, что он верит в Бога. Очевидно? Очевидно. Он никогда не говорил, я верю в Бога, и веруете в Бога, как я в Него верю. Никогда. Никогда. Иисус никогда не говорил, что он любит Бога или Отца Небесного. Никогда. Он один раз сказал, заканчивая прощальный ужин, последний стих. В 14 главе. Но научив и дав такую печать, заповедь, условие, что если вы любите меня, соблюдите Мое Слово. И заканчивайте тем же самым, что потому мир узнает, что я-то Его любил и люблю, как бы, да. Потому что я соблюдаю Его Слово. То есть, Он сам это делал, а потому и учит. Гениально. И я просто знаю такие мысли концентрационные, да. О них говорю, да. Но я говорю просто, конечно же, и в чтении. И обязательно буду читать. Бог благословит до гробовой доски, буду читать Писание. Обязательно. Вот. Ну и говорю, пока вот лето, будет тепло, сегодня предхолодно, жуть. Что-то ветерок такой сильный. Вот, вот такую я предлагаю схему, поэтому этот ролик записываю в свободной форме, хотел это сказать. Ну, может быть, краткий такой трейлер. Ну да, анонс моих планов опять. На беседах все так же. Кто хочет о чем-то поговорить. Ну, кто знает, у меня три канала. Христолюб, где я читаю просто Писание. Туда выкладываю, ну и тематически. Наоборот, концентрат каких-то мест, очень больших, кто знает, я обычно беру. Из всех стараюсь взять по каким-то конкретным темам. Вот, там, развод, допустим, еще что-то, вы помните, да, тело Христово. Это все я делаю на Христолюб, на беседах Христолюбцев, либо просто беседуем, либо читаем Писание, выкладываем какие-то беседы, либо на Христолюб Лаве отвечаю на вопросы, записку проповедника, подсказку, как это назвать, тоже, я думаю, так она и будет. Может быть, всегда что-то будет добавляться, может быть, плейлист будет тоже интересным, я буду все время что-то туда добавлять, делиться каким-то опытом. Вот, в свободной форме проповеди, и что еще на Лаве? Это прямая трансляция, я постараюсь ее как-то делать вживую, я говорю, я теперь туда минимум, может быть, за основу возьму себе какой-то, а то будем молчать с самого начала, я какой-нибудь комментарий, может быть, большой вопрос возьму, там, сколько-то скажу свое слово, чтобы, может, какие-то мысли появились. А так, постараюсь на прямую трансляцию все-таки сделать живой. А может быть, и уйдем вообще, что я вообще ничего говорить не буду. Ну, краткое слово надо сказать, вдруг ни у кого вопросов не найдется. Хотя же желательно, на то она и прямая, действительно, чат читать буду, пишите, задавайте какие-то вопросы, можешь просто поговорим, за жизнь. Будем, будем как-то, я не человек системы, все эти вот эти вечные планы, чего в них упираться лбом, если там не идет что-то, надо корректироваться и все усовершать и делать прекрасным и красивым. Ну, и все. Такие вот мои мысли. Надеюсь, Господь благословит. Будем продолжать читать, назидаться обязательно. Все. Всех вас нежно целую, крепко обнимаю, напоминаю заповедь Творца нашего и Создателя, данную человеком от начала, ибо это сама природа Бога, любить друг друга. Но делать это, как делал Иисус в Евангелии, а не как мы сами в своей голове придумываем и еще другим тычем, что ты меня не любишь, а как надо любить? Об этом мы будем читать в Писании. Пока-пока.